Всем привет, меня зовут Макс Крэч и сегодня я расскажу вам о игре Metro Conflict. Это новый проект от компании Red Duck, те ребята которые создавали Aliens of Violent Arms. Новый онлайн шутер, во многом схож со своими предшественниками, то есть анимация, стиль, карта, боевая механика в целом. Хотя с изменениями и даже я бы сказал улучшениями. Игра создана на мощном игровом движке Unreal Engine 3 и графика на уровне. Данную игру рекомендую ребят не пропускать с самого начала проходить, то есть когда вы заходите не пропускайте обучение, не пожалеете. Это говорит вам человек, который всегда пропускает обучение в любых шутерах, но в этот раз прошел и не пожалел. Действие игры происходит в недалеком будущем, где имеется очень тяжелое оружие, щиты и возможность использования два оружия одновременно. Также специальные, так скажем, способности. Имеется кооперативное прохождение больших миссий, которые занимают большое количество времени. То есть вы можете собраться в небольшой отряд и пройти целую череду испытаний. Прокатиться на бронированной машине, громить ахмею врагов, ну и так далее. Игра вас порадует разнообразием. Я уверен, понравится. И скорее всего затянет вас в игровой процесс. Узнали о игре в 2010 году. Тогда компания Red Duck анонсировала Metro Conflict. Я бы, если вкратце, игру описал так. Онлайн шутер. Очень динамичный, с реалистичной графикой. Спасибо, Unreal Engine. И с некоторыми вкраплениями научной фантастики. Представлены как ПВЕ миссии, так и ПВП режимы. Отличительной особенностью этой игры является классовая система. Игрокам предстоит выбрать один из восьми доступных классов. И каждый из них обладает своей уникальной способностью и оружием. Игровой процесс, я бы сказал, высокоскоростной, динамичный, яркий. И мне кажется, он составит реальную конкуренцию на фоне остальных онлайн шутеров. Ну и посмотрим на игровой процесс вкратце. Геймплей. Что же он из себя представляет? Ну и зайдем в обычный Dead Match. Классика. Я уже некоторое время в игру поиграл. Прикупил себе вот такой вот калашик. Передвижение. Система обычная. Как и везде. И ускорения рывков нет. Используется именно движение как в КС. То есть с ножом мы бежим быстрее. Вот сейчас пока внимание. То есть меня, видимо, могли засечь. Звук. Кажется, я на базу врага. Откуда меня стреляли? Здесь есть такая способность у некоторых классов. Кажется, у снайпера, если я не ошибаюсь. Невидимость. У меня, например, это лечение. Кнопка F применить способность. О, по лестнице можно заводить уже хорошо. А вы там стреляете. Леди. Демонстрируй лечение. Черт, не вовремя. Отвлекся. Выбрать можно прямо во время матча. Кнопка F применить право-влево класс. Мне доступен пока только обычный штурмовик и снайпер. Кстати, смотрите, какая у него интересная способность. Оба. И я вижу человека. И человек мертв. А, ну да ладно. No zoom, мадапака. Прицеливаться, как обычно, правой клавишей, кнопкой мыши. Ну и так далее. Все, кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Игра, я думаю, заслуживает внимания. Попробуйте поиграть. Кстати, это фри-то-плей. То есть, она бесплатна, доступна для скачивания в стиме. Либо же на сайте игры. Ссылку на сайт я, кстати, оставлю обязательно в описании данного видео. Ну и как уже говорил. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Кому нет, пальцы вниз. Какие-то вопросы пишите в комментариях. Постараюсь ответить. И в следующем видео я сниму уже более подробно немного геймплей с комментариями. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Всем удачи в жизни. Всем удачи в игре. Высокого фпс, низкого пинга. До встречи. Пока. С вами был Макс Скрэч.